Но кто его поздравит? Не встречаешь смельчака? Разбудишь лежевоку? А вдруг нам нет бока? Это добрый мультик о том, как медведь проспал Новый год. Основан на стихотворении Андрея Костакова «Медвежий сон». Над сценарием работали юные воспитанники мультстудии. Ребята также вырезали и раскрашивали декорации. Мы двигаем игрушки, разрисованные из картона. И нажимаем кадр. И фотоаппарат фотографирует. Получается мультик. Проделанный кропотливый труд по достоинству оценила жюри международного детско-юношеского конкурса «Свет миру дети». Воспитанникам мультстудии присудили второе место. На этом достижения ребят не заканчиваются. По традиции мы снимаем мультфильм про народные промысла. И заодно знакомимся с ними. Юные режиссеры, сценаристы, мультипликаторы, художники, теледикторы и актеры мультстудии «Кадрики» покорили новые высоты. Их проект «Кадрик ТВ» стал призером в конкурсе культурных диджитал-продуктов «Атом-Лайк» в номинации «Концепция или сценарий культурного диджитал-продукта». Суть этого проекта в том, что дети на занятиях в мультстудии вместе с нами изучают что-то. Вот последняя телепередача мы брали тему полохов майданской росписи. То есть ребята изучали саму роспись, писали сюжет мультфильма. Дальше мы ездили в музей. Ребята выиграли грант в размере 150 тысяч рублей. Деньги планируют потратить на расширение оснащения студий и приобретение звукового оборудования. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Сыбин. Служба новостей. Саров, 24.